Двухметровый каменный забор отрезал около четырёх соток земли с многолетними зелёными насаждениями и перекрыл асфальтированную дорогу к пешеходному переходу и остановке общественного транспорта. Теперь, чтобы попасть к своим домам, жителям улиц Блюхера и Пролетарской приходится идти в обход, выходя на проезжую часть. Узкая тропинка, которую наспех проложили строители, не освещена и не асфальтирована. Зимой пожилые люди здесь будут ломать ноги, жалуются жителям многоквартирных домов. Зачем нам этот серый забор? Он нам абсолютно не нужен. Мы хотим разобраться, на каком основании они отчуждают общественную территорию, которой пользовались раньше все граждане нашего района. И не только нашего района. Люди опасаются, что территорию оградили не просто так. И в ближайшее время здесь появится ещё одна площадка ресторана. На территории уже этого ресторанчика там были зелёные насаждения, ёлочки. Они почему-то так нечаянно сгорели. То ли нечаянно, то ли это специально было сделано. У нас тут в камышах вообще осталось зелёных насаждений раз-два и обчёлся. Уже ни парка, в общем-то, ни одного нет, ничего. И если ещё и это всё уйдёт в небытие, будет очень жалко. Мы переезжаем за зелёные насаждения, которые, безусловно, они часть их вырубят. Вот сейчас они будут делать летнюю площадку. У них две летние площадки. Одна летняя площадка у них внутри. Вот вторая летняя площадка наверху на втором этаже. И вот третью площадку они хотят строить здесь. Владельцев ресторана «Пиратская лагуна» на месте мы не застали. За комментариями нам предложили обращаться в будни. Сотрудники заведения уверены, что никакого строительства здесь не будет. И пояснили, оказывается, забор возвели, чтобы огородиться от жителей близлежащих домов. Чего просто, чтобы не распивались бытные добытки и не опорожняют. А под нашими угнами можно опорожняться, да? Чуть-чуть. Поставьте забор. Упомянутым жителям соседних домов такая версия показалась по меньшей мере странной. Дело обстоит ровным счётом наоборот, говорят они. Люди после этого ресторана сидят под окнами нашего дома. Там же, извините меня, справляют свою нужду кто какую. Грязь, шум, разборки. Жители микрорайона не оценили и живую музыку, которая играет до утра в ресторане. И в будни, и в выходные дни. А вот у них живая музыка. Вот это место. И вот отсюда эта музыка отстает так, что у нас там мама даромает. У нас спать невозможно. До пяти утра. Жители многоквартирных домов по улице Пролетарская и Блюхера написали обращение к губернатору Севастополя, директору департамента архитектуры и градостроительства правительства города и к руководству Гагаринского района с просьбой проверить законы с действий владельцев ресторана «Пиратская лагуна» по отчуждению земельного участка. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Севинформбюро.